всем большой приветик вы на канале маникюр тема и сегодня делать буду маникюр на вот этих ноготках здесь такие у нас есть заусенечки красивые и сегодня будем приводить эту кутикулу в порядок придавать форму свободному краю и делать покрытие гель-лак сегодня здесь будут делать комбинированный маникюр здесь такая непростая кутикулка она тоненькая и очень чувствительная для того чтобы отодвинуть кутикулу сегодня я взяла пушер вот такой самый любимый который я вам уже не раз показывала здесь очень удобная лопатка и аккуратненько потихонечку отшкаря бывает то что у нас получается отклеить от ногтевой пластины кутикулу и подвигаю ее туда подальше но делаем это аккуратно не надавливаю чтобы не повредить матрикс пока на этом этапе и все я дальше кутикуле пока не лезу беру пилочку для натуральных ногтей абразивом 180 грит и подпиливаю на свободный край слегка подравнивая подправляю на четырех ноготках на этих четырех ноготках я решила донарастить немного свободный край ну да как бы на четырех ноготках донаращивать свободный край как-то не ахти можно было бы все подровнять под одну длину но мне что-то захотелось хотя бы чуть-чуть подлиннее потому что если убрать длину будут совсем коротенькие ноготочки и поэтому я решила донарастить там немножко длины убрала пыль беру бескислотный праймер уже подставила форму и наношу бескислотный праймер именно на вот эти четыре ногтя которые я буду наращивать на нашу бескислотный праймер. И обязательно нужно дождаться, пока он высохнет. Маникюр на этих ноготочках я также не делала. Тоже только подвинута кутикула. Потом беру базу, вот эту ColorTal, которую мы уже не раз тестировали. И опять будем тестировать ее уже в качестве подложки. Наношу на эти ноготки. Снова наношу только пока на эти четыре ноготочка. К остальным пока не лезу. Наношу тонким слоем и отправляю в лампу на просушку это все. Работать буду сегодня вот этим бюджетным гелем для наращивания. Он мега густой, такой крутой для новичков, который никуда вообще не убегает и не растекается. Здесь кристально прозрачный. Вот такая бутылочка здесь небольшая. Посмотрите, какая здесь капелька такая напоминает желешку. Очень стойкая, не растекающаяся, тянется вот так и делаю до наращивания свободного края. Здесь беру небольшую такую капельку, немножко захожу на ноготок этим гелем для наращивания и опускаюсь вниз, немножко формирую свободный край. Коротенький такой, не длинный, чтобы нам примерно сравняться с остальными ноготочками и отправляю это все в лампу, конечно же, на просушку. После полимеризации геля в лампе я снимаю нашу форму и дальше приступаю к следующему этапу. Кстати, кто не смотрел обзор этого геля, оставлю ссылочку в описании. Переходите, посмотрите, если интересно, что-то про этот гель. Я там показываю, какая у него консистенция и как им можно сделать укрепление ногтевой пластины. Дальше с этих ноготков я снимаю липкий слой из геля и придаю форму этим ноготкам, подгоняю под ту форму и под ту длину, которую будем делать на остальных ноготках, на которых нету наращивания. И дальше приступаю к остальным ноготочкам, уже к ненарощенным и придаю им также форму свободному краю. И теперь я взяла фрезу пламя с синей насечкой, которой очень часто я работаю, и вычищаю все хорошо под кутикулой. Сегодня, как я уже сказала, будет комби-маникюр, поэтому выворачивать кутикулу мне не нужно. У меня сейчас задача вычистить весь птериги под кутикулой, что там у нас наросло, налипло и сделать срез. Срез я уже сделала ножничками и какой-то у меня получился неровный срез, поэтому я маленькие вот эти шероховатости, которые у меня остались после среза, зашлифовывая таким мягким шлифовщиком серым. Дальше я наношу бескислотный праймер на натуральные ноготки, на которых не было наращивания, и жду, пока он у меня просыхает на воздухе. Затем я буду работать вот этой базой от Космопрофи, которая универсальная подходит и под наращивание, и для выравнивания. И этой базой я буду делать выравнивание на этих ноготках, и также я скомпонирую эту базу с другой базой на тех нарощенных ноготках, наложу эту базу сверху и посмотрим в результате, что у нас получится, как будут носиться эти две базы вместе. Нанесла базовое покрытие, сделала выравнивание и беру вот этот гейлак, такой темно-вишневый, кому-то он может показаться на экране темно-коричневый, но он такой более вишневенький, такая спелая вишня, темная сильно, и наношу этот гейлак в два слоя. Когда наношу первый слой, беру тонкую кисть и подвожу ближе к кутикуле, и боковым валиком подравниваю наш лак, отправляю в лампу на просушку, и после просушки первого слоя наношу второй слой, и также отправляю его в лампу на просушку. Сегодняшний дизайн можно отнести также к дизайнам Кэкспресс, быстрым дизайнам, потому что сегодня я буду клеить слайдеры, выбираю какой-то из этих слайдеров, который ближе подходит к нашему гейлаку, и выбрала под цвет нашего гейлака вот такой вот слайдер. Вырезаю этот слайдер ножничками, слайдер водный, который работает у нас в воде, отклеивается от бумаги, и вырезаю те слайдеры, которые подойдут не по размеру, и дальше кладу его на влажную салфетку. Если на влажной салфетке не получается его размочить, то тогда можно поместить в емкость с водой на небольшое время. На тех ноготках, на которых буду клеить слайдер, снимаю липкий слой и буду клеить туда слайдер. Кладу этот слайдер уже, который размок у меня в воде, и растираю его аккуратненько апельсиновой палочкой. Если он такой неподатливый, можно смочить в обезжиривателе перчатку и хорошо так промокнуть, но тоже это нужно делать аккуратненько, чтобы не разодрать этот слайдер. Также апельсиновую палочку смачиваю в обезжиривателе и так отрываю кусочки слайдера у кутикулы и боковых валиков. Потом ноготочки все перекрываю матовым топом и отправляю лампу на просушку. Матовым топом перекрываю ноготки и те, на которых есть слайдер, и те, на которых нету слайдера. Полимеризую в лампе топ матовый, топ с эффектом велюра или с эффектом кашемира, в общем очень красивый классный топ. После полимеризации его в лампе снимаю липкий слой и клею на другой руке тоже на безымянном пальчике вот этот наш такой точно же слайдер. Хорошо растираю его пальчиком, перчаткой смоченной в обезжиривателе и в конце у нас получается вот такой маникюрчик. Вроде бы ничего сложного, всего два слайдера, но по-моему к этому цвету отлично они дополняются и ноготочки все-таки хорошо преобразились. Напишите в комментарии, как вам такой маникюр. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok